Ну, вроде бы я верно иду, по идее это должно находиться где-то здесь. Да, точно здесь. Осталось совершенно немного и наконец-таки моя мечта исполнится, господи, как же я рад. Привет, друзья, я Фикса и наверняка вы пока что не понимаете, что происходит. Дело в том, что я решил прикупить себе новенькую красивенькую машину. А то надоело по миру Майнкрафта передвигаться просто пешком. Настало время, когда мы с вами должны приобрести себе транспортное средство. И этот ролик максимально необычный, ведь если я куплю машину в Майнкрафте, то мне придется купить ее в реальной жизни. Вот такой вот забавный челлендж я придумал. Поэтому пойдемте прямо сейчас смотреть, какие вообще машины есть в ассортименте. И я уже, кажется, что-то вижу. Как вы понимаете, этот ролик вышел мне очень дорого. Поэтому я надеюсь на вашу небольшую поддержку в качестве лайка, а также подписки на канал. Давайте я вам дам даже 5 секунд, чтобы вы это успели сделать, пока мы еще не начали. 5, 4, 3, 2, ну уже ставьте лайк. 1! Фух, кажется, вы успели. Спасибо огромное. Выставка автомобилей. Иииииии... Че-то не особо тут много автомобилей я вижу. А, тут есть BMW 2020 года. Привет. А, также есть BMW 2008 года. А где все остальные машины? Здравствуйте. Добро пожаловать на нашу выставку автомобилей. Вы пришли слишком поздно, поэтому все остальные автомобили уже раскупили. Это все, что у нас осталось. Моя машина до 2008 года, а его машина до 2020 года. Но его машина ужасная, его машину не покупайте, покупайте мою. Эм, так в смысле, если машина 2008 года, значит она не самая первая свежести, и значит она может сломаться или еще что-то. А нет, это все неправда. У нее пробег, знаешь сколько, 2000 километров. Я вообще на ней не ездил. Ой, да все вы так говорите. Мне стоит только вот зайти посмотреть там, и сразу же пойму, что салон какой-то у тебя не особо крутой. В отличие от вот этой машинки. Конечно, ноздри у этой машины мне не особо нравятся, я бы сделал побольше. Но в целом, салон меня вполне устраивает. Красота какая, вы только посмотрите. Вау. Эх. Так и думал, что эту дряхлую машину никто не возьмет никогда. Пойду лучше покакаю. Эм, эм, ладно. Странный у тебя друг, дружище, привет. О, здравствуйте, вы хотите приобрести машину? Да, мне очень понравилась ваша модель, я бы взял ее. Сколько она стоит? Она стоит 55 изумрудов. Ой, у меня беда, беда небольшая, потому что у меня осталось всего лишь 49. Ах, я не знаю даже. 49, говорите? Ну, слушайте, давайте так, давайте 49, а я вам даю машину без колес. Э, что? А как я на ней ездить буду? Да я сейчас в своем уме. Так, молодой человек, не хамите мне, пожалуйста. Ай, ладно, 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 что-нибудь придумаем, эээ, я, кажется, кое-что придумал. Давай так, эээ, я тебе 49 изумрудов и пропиарю твой автосалон, почему бы и нет. У меня очень много подписчиков, вот они все посмотрят, все будут приходить к тебе и покупать твои машины, почему бы и нет. О, слушай, а сколько у тебя подписчиков? Ну, почти 9 миллионов. А ну-ка, сейчас я посмотрю. Ты врешь, у тебя 8 миллионов 600 тысяч. Так это потому, что еще не все подписались, но как все подпишутся, тогда будет 9 миллионов. О, ну так, ну ладно, точно пропиаришь? Да, 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 100%. Ну все, тогда давай. Вот, держи 49 изумрудов. Отлично, все, ключи твои. О, спасибо большое, ключик достаточно красивый, хороший вообще. А теперь давай, пиарь меня. Ай, ну ладно, так уж и быть. Друзья, у этого жителя просто прекрасные автомобили, приходите в его автосалон и покупайте его машины. Спасибо огромное. Да, не за что, все, я, короче, поехал. Удачи. Такс, как это делается, а ну-ка, оп. О, получилось, скажи, все, мы в автомобиле. Руль даже крутится, офигеть. Так, первую передачу, и все, мы поехали. Господи, мы едем. Ну что ж, ребят, можете поздравить меня с покупкой автомобиля в Майнкрафте. Ай, я ей только не в дерево. Эх, правда, в Майнкрафте бы не помешало направо еще сдать. А так, в целом, неплохо достаточно. Ой-ой-ой, нужно сваливать отсюда. Ты разбил мою машину. Простите, пожалуйста, я не специально. Все, улетаем отсюда, просто улетаем. Нет. Ой. Эм. Все, 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 все хорошо. Это не просто машина, это еще и лодка. Эм, кто б мог подумать, что так оно все закончится. Ух, ну, в принципе, мы с вами сделали первое дело. Раз мы с вами купили машину в Майнкрафте, теперь настало время переходить в реальную жизнь. И... Я вам так скажу, я уже кое-что купил. Возможно, в это видео уже видели на моем втором канале. Ведь я не раз рекламировал его, но не все посмотрели данное видео. А я хочу, чтобы его абсолютно все посмотрели. Поэтому, если вы его уже смотрели, то, пожалуйста, посмотрите еще раз. Оно очень интересное. То, что я купил в реальной жизни, это что-то невероятное. И это очень дорого. Поэтому просто приятного просмотра. Переходим в реальную жизнь. Ну, что я могу сказать? Это BMW 4 серии, 420D. Она дизельная. У нее 200 тысяч лошадиных сил. Вы не верите? Я вам сейчас это продемонстрирую. Такого звука нету ни в одной машине. Вы готовы? Вы посмотрите, как речит. 2000 лошадиных сил. Также эта машина мега уникальная, потому что в ней можно менять лошадиные силы. Прямо сейчас у этой машины я сделаю 0 лошадиных сил. Вы не поверите, это реально работает. Я не верю в это. Запускаем машину. 0 лошадиных сил. Также я могу настроить эту машину на 1000 лошадиных сил. Одну секундочку. Прямо сейчас у этой машины будет 1000 лошадиных сил. Эта машина просто уникальная. У нее несколько режимов. Это разве не шутка? Это просто веселье одно. А 6 тысяч лошадиных сил есть? Да, есть 6 тысяч лошадиных сил. Давай посмотрим. Это секретная функция, которую я купил за дополнительный пакет в 5 миллиардов рублей. Машина сейчас просто улетит. Вы готовы? Да. Мы взлетаем! Ладно, все, хватит шуток. На самом деле у этой машины нет ни 1000, ни 2, ни 6 лошадиных сил. У нее 190. А вот эти вот звуки, они встроены в этот выхлоп, вы представляете? То есть это просто колонка? Да, там просто колонка, которая может воспроизводить разные звуки. Даже Моргенштерна? Да, даже Моргенштерна. Давайте попробуем. Давай, заводи! Вы просто в шоке, вы представьте, здесь можно выбрать любой звук абсолютно. И самое интересное, что не я это делал. Потому что прошлый владелец этой машины сделал очень много фишек в ней. И сейчас я вам про все расскажу. Первый плюс данной машины. Она берут вот такую вот градиентовую пленку. Сейчас это не видно, но ночью она реально обливается синим и фиолетовым цветом. Это очень красиво. Второй плюс данной машины. Очень мастильный багажник. Он открывается всего лишь с одной кнопки. Сюда помещается целый... Ой, ой. Переходим к следующему плюсу данной машины. Третий плюс данной машины. Это вот такие вот гигантские ноздри. Многим они не нравятся, но мне безумно нравятся, потому что зимой всегда заложу нос. И на помощь приходит данная машина. И я дышу ее ноздрями. Следующий плюс данной машины. Это безрамочная дверь. Вы посмотрите, я прям как в кабриолете открываю данную дверь. А где окно? Сломалось? Ладно, ничего страшного. А также здесь есть доводчики дверей. Оно само закрылось. Следующий плюс. Когда вы закрываете дверь, вы посмотрите, что происходит с ремнями. Они мне дают ремни. Машина говорит, пристегнись, опасно за рулем находиться в дороге. Я полностью согласен. А еще вы посмотрите на эти ремни. Их видно в темноте, и они очень яркие и красивые. И, кстати, на кое-что похоже, если вы понимаете, о чем я. Всегда пристегивайтесь. Да. Сейчас приедет машина, ваши ощущения? Мои ощущения, я просто, я в восторге, я в всем предвкушении. Я вообще не знаю, как она выглядит. Я не знаю, что вообще с ней, что, как она. Она приехала сюда из Москвы. Иди. Иду. Саша, не та дверь. Сейчас в другой стороне, сейчас в стороне. Ой-ой-ой-ой-ой. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Прошу вас. Один маленький, один большой. Он такой огромный. Ну да. Первая поездка. Какие твои ощущения? Мои ощущения просто невероятные. Спал три часа. Получил только что права. И уже еду. Как вы знаете, я геймер. Любой геймер обожает RGB подсветку. И здесь она как раз таки есть. Можем сейчас перейти в режим машины, в настройки, освещение. И выбрать любой цвет. Конечно, не RGB. Любой геймер обожает RGB подсветку. И здесь она как раз таки есть. Но все равно здесь есть небольшая палитра цветов. Зеленый, сиреневый. Посмотрите, оно все меняется. Какая красота, господи. Просто чудо. Хотите синий? Будет синий цвет. Хотите сиреневый? Будет сиреневый цвет. Гениально. Представим такую ситуацию. Вы такие едете себе, едете. И заезжаете, например, непонятно куда. Так вот, вы, например, заехали. И нужно сдать назад. Но вы не знаете, как выруливать. Вообще непонятно. На помощь приходит система машин. Смотрите, мы делаем заднюю передачу. Нажимаем здесь ассистент заднего хода. И внимание на руль. Руки мои здесь. Смотрите. Машина сама рулит и сама едет. Я ничего не делаю. Вот мои руки, смотрите. И все. Она спокойно себе едет. Она сама выруливает. Это самая полезная штука. Мне кажется, права... Ну, права, конечно, нужны. Но с этой штукой, мне кажется, можно уже без этого, да. А сейчас мы проверим систему автоматической парковки. Вы посмотрите. Здесь нам показывают, что здесь есть парковка. Нажимаем сюда. А у нас поперечная парковка. Ну что же. Поехали. Сейчас мы будем с вами заезжать меж этих двух машин. Саша, руль. А руль, а мне не надо ничего делать с ним? Так. Тихо, тихо, тихо. Что она делает? Она паркуется? А газ ты жмешь? Я ничего не жму. Она сама тормозит даже. Она сама тормозит и сама газ нажимает. Офигеть. Смотри, смотри, она сама рулит. Что? Она сейчас вперед едет. Так, но она хочет, видимо, поровнее как-то встать. Походу, да. Что она делает? Мне страшно. Я вообще ничего не нажимаю. Вообще. Стоп, да ладно. Да ладно? Что? Она остановится? Она остановилась. Завершено. Она идеально встала. Я первый раз этой штукой пользуюсь. До этого она ни разу не работала. Офигеть. Первые эмоции, ребят. Серьезно. Я прям в шоке. Получается, можно еще не учиться парковаться. Да. Парковаться вообще не нужно уметь, ребят. Идеальная машина. Экстренная ситуация. Да, мы преследуем лололожку на дороге. Вот лололожка. Пош лололожка. Да, Рен, там написано лололожка? Да, фиксай, преследуем лололожку. Часть первая. Жесть, и Майнкрафт написано лололожку в реальную жизнь. Ого, давай, за ним, за ним, за ним. Ситуация изменилась по полной. Теперь он едет за нами. Что он у меня делает? Я не понимаю, догонялки произошли, но не в нашу сторону. Он там, господи, Иисус, он едет за нами до сих пор. О, Слава, я устал ехать. Привет, Саша. Привет, да, сейчас нас подвезут. Погнали сядем в машину, подождем пока. Конечно, пойдем. Пойдем, да. Давай, Слав, садись. Саш, проблема? Какая? А ручки-то нету, и двери тоже. Бюджета, походу, не хватило. Надо копить. Ну, походу, ладно, я поехал, пока. А я же как? А ты вот здесь, в земле, нормально. А еще у этой машины есть один небольшой минус. Она низкая. Она чрезвычайно низкая. Как, а нормально? Нормально, еще чуть-чуть. Еще можно? Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть? Чуть-чуть, давай, 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 давай. Нет, еще можно. Еще могу? Еще, еще, еще. Слава. Еще. Давай. Давай, не боись. Все, стой, супер. Ребят, вы не представляете, как безумно я рад был этой покупке. Я хочу вам сказать огромное спасибо, потому что без вас эта покупка бы вообще никогда бы не осуществилась. Я вам безумно благодарен за то, что вы смотрите, за то, что следите за моим контентом, за то, что вы лайкаете, подписываетесь и ждете каждый день новый божественный ролик. За это вам огромное спасибо. Я очень жду. Слушай, а Саша, может быть, устроим какой-нибудь краш-тест? Если это видео наберет миллион лайков, по-другому никак. Давай 10 миллионов лайков. О, 10 миллионов лайков, тогда делаем краш-тест 100%. Друзья, мы с вами договорились. На, серьезно. Саш, ну наверняка всем интересно, сколько же все-таки стоит данный агрегат. Сейчас она стоит 5 миллионов. И причем 5 она стоит, потому что здесь комплектация спортивная, какая-то М-спорт. Плюсом прошлого телес поставил литые диски, 20 дюймов, там шины вообще не видно. Пленку навесил, ремни кастомные сделал, доводчик в двери сделал, причем у правой двери нет доводчика. Кто звонит? Не звонит. Короче, запакована она по полной. Да, она запакована. В ней 190 лошадиных сил, и у нее запас хода 750 километров. Это просто идеально. Из-за того, что она дизельная, она вообще безумно экономная. Сколько расход? Расход, а давайте сейчас с вами это просмотрим. Давай, конечно. Здесь можно это посмотреть. Прямо здесь. Да, прямо здесь. 8,5. Вы представьте, 8,5 этой машины хватает ровно, чтобы доехать из Питера в Москву на полном баке. И причем полный бак стоит всего лишь где-то 3 тысячи рублей, по-моему. Машина безумно экономная. Ее вообще не нужно заправлять, и это гигантский плюс. И гигантский плюс, что она, ну, вообще не быстрая. У нее 190 лошадей, разгон до 100 где-то 7-6-7 секунд. Можно попробовать даже 5,8 выжить. Поэтому это идеальная машина на первый раз, потому что это моя первая машина, и больше машин у меня не было. Ставлю гигантский лайк. А дрифтить будем? Машина заднеприводная, но я никогда в жизни не дрифтил. Я вообще не знаю, как это делается, поэтому нет. А ты умеешь дрифтить? Надо выключить стабилизацию и дать руля, но лучше этого не делать. А ты, то есть ты умеешь, да? Ну, в теории. Но именно на этой парковке, как-то, как только я попытался это сделать, подъехали сотрудники ДПС. Реально? Да. И сказали, зимой сказали, а что это было? Ну, тут еще не было этих синих штук. И пришлось им объяснять, что это был неконтролируемый внезапный замок. Случайно занесло. Спешная ситуация с Апатиром. Вы просто едете, Саша вели в машину, а там свинья. За городом, на самом деле, реально покруче ездить, чем в городе. Потому что в городе какая-то жесть постоянно происходит, а здесь ты спокойно едешь по прямой, и тебе никто не мешает. И ты спокойно... С кайфом. Да, с кайфом просто едешь. Особенно, когда тебе 90 километров по прямой чисто ехать. Нам ездишь, что еще 63 километра. Было где-то 100. Учение, что я еду, как будто бы на тракторе. Здесь дорога идет волнами. Господи. Мне кажется, мы машину убьем просто. Не, мы не убьем, мы сможем, мы справимся. Ребят, ставьте лайки, если хотите, чтобы мы доехали. Это пипец. Это просто пипец. Ну, все, едем. Я не нажимаю на газ, она самая едет. Мне кажется, эти 21 минуты с такой скоростью превратятся в... Да, поэтому надо было выезжать пораньше. По-другому нельзя поехать здесь. Это просто же себе машину убьет. Тут 60 можем вон. Да? Сейчас поедем в 60. Хочешь я заеду? Нет! Саша лесной человек. Идет машину даже в лесу. Тут нет ограничений, можем ехать с этого. Кстати, да. Посмотрите. Тут можно вообще рандомное количество скорости ехать. Саша, нас вынесет в дороге, блин. 70 километров в час, ну куда это? До новых встреч! Продолжение следует...